Господа, у меня в руках очень интересная вещь. Это современный смартфон, он называется Inos D6000, и он является самым продуманным смартфоном с мощной батареей. Теперь я просто хочу наблюдать за вашей реакцией. Все работает. Достаем. Все работает! Представляете? Это единственный в мире смартфон, работающий сразу с двумя аккумуляторами. 6000 мАч хватит на неделю без подзарядки. Съемный аккумулятор можно заменить, не перезагружая телефон. Съемных батареек можно купить сколько угодно, и получится вечный смартфон. В категории до 16000 рублей Inos D6000 нет равных по характеристикам. Все ссылочки и подробную информацию на этот смартфон вы найдете в описании к этому видео. Так, ну что, господа, начало четвертой части, получается, будет, наверное, без звука, потому что камера в боксе. Но мы начнем отдыхать. Поэтому начало будет строго вот такое. По-моему, все идет по плану. Ну, естественно, нам нужна минутка ящера. У ящера есть потрясающая возможность именно в коммуниции тупо побегать между фонтанами. Почему бы и нет, собственно, да? Ведь фонтаны все любят. Это офигенно! Офигенно и здесь идет дождь! Тратататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататат работает ну-ка вот эта тема можно задавить в фонтан ну-ка погоди доминирование над фонтаном вот так вот так рубрика откуда и как правильно разменять местные деньги в грузии значит для этого вам понадобится всего лишь карточка кредитная и банкомат все довольно просто то есть если вы обращаетесь если вы обращаетесь в пункт обмена валюты чем вам это грозит вам это грозит тем что за один грузинский лари с вас попросят 35 рублей если вы зайдете в яндекс вы обнаружите что один грузинский лари стоит на самом деле 28 рублей здесь надо это нажимать 150 и того вам на самом деле никакие обменники не нужны потому что у них адский курс вам нужен всего лишь банкомат который с вашей карточки снимет даже если она рублевая лари сразу по курсу и выдаст вам уже готовые денежки с формулировкой ну-ка с формулировкой 28 рублей за один лари и того запомните никакие обменники вам нафиг не упали просто едете со своей карточкой куда угодно и меняете валюту этого государства прямо на месте прямо с карточки потому что с вашей карточки это спишется по более выгодному курсу вам не нужно никуда бегать и главное полная гарантия того что все будет легально вас не обмануть поэтому еще раз запомните если вы едете не в страну которая долларовая или не в страну которая евро то есть евросоюз местные деньги достаете на месте из банкомата со своей собственной карточки это правило которое я использую всегда и которые помогают нереально сэкономить на курсе еще важным фактором на пляже в батуми является то что это галичный пляж причем галька галька она знаете тоже бывает разная бывает такая умеренная здесь прям злоба какая-то она вот по ней голой ногой вообще нереально ходить постоянно весь иначе будешь злой и вечно недовольный жизнью поэтому на самом деле на галичных пляжах батуми надо ходить шлепках это есть вот такой вот вариантик наконец-то у нас начинают подъезжать к нам такие люди как прокат бананов прокат парашютов которые тащить тебя за лодкой просто каких-то гидроциклов черта лысого всякие там горячие пахлава то есть курорт начинает жить курортной жизнью хотя при этом же смотрите у нас везде куча недостроя видите вот он такой кстати там луна в небе у нас еще ничего себе и не достроит вдоль берега но практически везде вот он вот там он он ну постоянно по ту сторону и просто не видно деревья закрывает но это по моему как я понимаю их 2008 года когда все встало и куча вот этих отелей прибрежных так и не смогли отстроиться до конца и вообще если вот вам нужны отели крутые именно крутые то есть если вы не бюджетные туристы хотите с комфортом посетить грузию таба то в батуме к булете в нашем месте это сделать довольно сложновато то есть отели или космос в цену сразу там по 200 по 300 долларов за ночь такое тоже есть да все хорошо но это просто сразу очень дорого а какого-то средняка типа вот по 100 долларов но уже с уровнем лучше чем турции или хотя бы как в турции такого надо поискать это заморочено и поскольку естественно в кабулете по сути ловить в течение там трех дней уже больше нечего потому что там есть только солнце пляж опять же возвращаясь в батуми в котором огромная набережная здесь есть цивильный пляж смотрите он с кабинками для переодевания прямо со всеми атрибутами как турция или лучшие курорты чудовищные пальмы с подсветкой 10 практически все и ночами тусуются кстати немереное количество людей поэтому я подтверждаю еще раз в этой серии что батуми это все-таки город-сад но хотя бы по количеству пальм это уже отчетливо видно существенное отличие этого места от того что мы видели в грузии до этого это подавляющее количество русских поскольку это туристическое место поэтому здесь русскую речь можно услышать даже чаще чем в принципе грузинскую у уличного певца кстати основная задача это не столько хорошо играть сколько атмосферно играть он должен подбирать музыку так чтобы она подходила сюда и сейчас а вот качество исполнения это уже честно говоря дело 2 и у этого чувака с атмосферой получается все хорошо а а а а а а а а ну естественно стандартный для набережной список развлечений в которые входит и татуировка в которой вы можете набить себе дракона купола и возможно какое-нибудь незнакомое грузинское слово которое вам скажет будет означать любовь а фактически петух вот это самый любимый отжиг который распространен в египте я знаю там люди так прикалываются но честно говоря мне кажется в сторону грузина такой исход крайне маловероятен потому что местные это уникальные люди кстати грузия она вообще исключительно сделана из грузинов и эти люди делают атмосферу всей этой стране сама страна она ну такие есть еще страны это не не то чтобы прямо уникальная точка на карте а вот люди которые населяют они уникальны но об этом чуть позже это рубрика вам не видно но в небе летают парапланы ночью в темноте в небе летают парапланы я офигеваю вообще по моему это запрещено всеми законами здравого смысла но нет ребята они реально в небе летают и он не один вот это прикол эх жалко что я не путешествую с золотой картой как это принято в орле и решки и не могу срочно найти этих людей кто запускает в небо в ночь птиц с моторами и покататься на всем этом так и одна из основных целей нашего визита сюда это все таки вот то мероприятие которое называется поющие фонтаны я прочитал про него в интернете ну и в целом смотрите тут опять же небоскребы идут дальше там в общем батуми это город сад но нереально по-другому его назвать это просто город сад посреди этих гор посреди этого побережья но на всей местности включая батуми наблюдается определенное природное явление которое называется лягушки вот сейчас послушайте просто полчища лягушек они населяют все водоемы то есть ночью когда вы спите в гостинице где-то на дороге останавливаетесь на заправку и так далее вы всегда слышите один и тот же звук просто мировая популяция общегалактической популяции лягушек почему-то сконцентрированы именно в отжарии и они видимо часто друг друга отжаривают соответственно их и так много фонтаны сделаны так что чтобы понимать звуковое сопровождение нужно сидеть в определенном месте оно не самое громкое не заполоняет собой весь район но как правило ты сидишь не в том месте где звуковое сопровождение поэтому вместо кажущегося эпика ты по факту наблюдаешь но даже при всем этом на самом деле картина весьма завораживающая нисколько не умиляет достоинство фонтанов лично я рекомендую вам загуглить и если вы будете в батуми обязательно прийти это скрасит ваш вечерочек я просто гарантирую у нас замечен редчайший прикол в батуми китаец с кенгурятником на иранских номерах только такое сочетание могло привести китайский автомобиль в грузию мне кажется что я один из первых разов здесь вижу китайский автопром и он из ирана вот такой замес ребятушки одно из немногих мест батуми где есть прямые длинные улицы соответственно именно здесь можно наваливать чем все и занимаются тут реально именно здесь все наваливают мотоциклисты более менее сильные машины и так далее потому что в историческом центре батуми ты как бы никуда не денешься у тебя или брусчатка или две полосы но то что они гудят это вообще нормально я не знаю приветствуют они друг друга недовольны или просто гудят полиция из рев моторов вот такой вот он ночной батуми тот самый случай когда макавто оформлен гораздо более роскошно чем какой-то роскошный ресторан что не так с этой страной я не понимаю почему макдак так пафосно выглядит макдак это место где люди должны понимать что они опущенцы почему они идут сюда с каким-то пониманием что у них жизнь удалась нет ребята у вас все плохо успокойтесь но нет опущенцам не дают понять что они опущенцы на этом самом месте заканчивается наш отдых на море потому что нас ждет уже город нас ждут еще большие дела нас ждут самое главное новенькие видосики поэтому настало время двинуться в путь и мы в этой стране в грузии уже 10 дней и я понимаю что грузия это не море грузия это не горы грузия это не города грузия это грузины прежде всего сами грузины по себе люди крайне кайфовые очень приличные очень вежливые очень спокойные радушные они с уважением относятся к окружающим и это возведено настолько в степень вы даже себе не представляете грузины даже на уровне шкала тронов дичайших абсолютно безумных которые как стадо носятся когда это стадо на своем пути встречает какого-нибудь ребенка который едет самокатом по улице стадо его плавно обтекает на этом месте оно так замедляется они так медленно становятся идти потому что ребенок маленький его нельзя обижать они его обойдут и дальше и ураганят сносят на своем пути все что без присмотра взрослых вот даже в этом возрасте грузин уже грузин понимаете они с молоком матери впитывают это уважение к окружающим которое свойственно кстати и кавказу нашему но здесь это вот просто в степени в такой что вы не представляете это очень круто очень позитивные приятные вообще не отзывчивые люди и с ними что самое главное всегда можно договориться даже приходя в какое-то кафе и обнаруживая что 90% из меню сейчас недоступно а так в любом кафе в грузии 90% из меню сейчас недоступно можно договориться с хозяином что ты погуляешь полчасика а он тебе все таки приготовит то чего сейчас нет они сварят этот рис добавят его в этот суп исключат из него те опции которые тебе не нужны сделают что-нибудь на свое усмотрение но ты будешь сытым хотя если ты хочешь в лоб и быстро поесть это вообще проблема но договариваться и люди это вообще сама фишка в грузии не надо ехать сюда за горами не надо ехать сюда за морем не надо ехать сюда за городом и с развлечениями сюда нужно ехать за грузинами есть одно интересное исключение грузин он просто офигенный вообще классный парень пока не сел за руль как только это создание садится за руль в него вселяется какой-то маленький грузинский дьявол и ему нужно сразу вот это вот всех объехать всех подрезать всем погудеть всем поморгать он постоянно куда-то спешит и опаздывает почему? в реальной жизни эти люди очень спокойно они никуда не опаздывают они сидят на стульях они идут спокойным шагом по своим делам у них все схвачено почему когда он сел за руль у него ничего не схвачено у него жизнь с под ног уходит такое ощущение что я не знаю удивительная трансформация которая проходит в одну секунду обгонять через сплошняк в глухом повороте не вопрос пожалуйста поставить машину поперек тротуара чтобы никому было найти нормально гудеть посреди ночи просто так потому что кого-то увидел разбудить весь двор вообще просто ни о чем снять глушитель и дубасить на нем по проспекту опять все в порядке никаких проблем как уживается в одних и тех же людях вот эти две крайности благо на машинах из них не так уж много ездят поэтому в основном они все просто красавчики грузины вот это супер им бы реально побольше денег дать эта страна бы просто расцвела все упирается в то что их душат вот что конкретно я не знаю в политику не вдавался но деньжатами явно не хватает они скромные аккуратные не мусорят опять же все очень они из этих денег выживают максимум из тех что у них есть но им бы чуть-чуть их побольше и тогда в грузии будет все просто замечательно это будет лучшая страна во вселенной на данном этапе но зато мы теперь знаем куда им нужно стремиться все на этом этапе мы устремляемся дальше уже в город нас ожидает всего лишь три тысячи километров серпантина границы осетинских водителей тбилиси кутаиси владикавказ ночевка в палатке москва и наконец-то санкт-петербург всем вам огромное спасибо что вы смотрели эту серию да на блоговое я знаю но вы видите что мы делаем это в дороге как я вам а смонтирую все это будьте ко мне так же гостеприимны как ко мне была грузия и тогда все у вас будет хорошо огромные вам всем удачи до встречи огромные вам всем удачи до в следующей да что ж такое а огромной вам всем удачи я не буду это вырезать вот так вот мы записываем ролики иногда язык у меня залипает в мозг и все огромные вам всем удачи спасибо что смотрели это видео До встречи в следующей части, пока! Но мне уже не нужно столько радар-детекторов, продавать их как-то цинично, глупо, вроде рекламы, и так уже оплачено, все здорово, я подумал, почему бы не дарить их вам. Благодарность спонсору, я оставлю ссылочку в описании под этим видео, благодарность вам, я оставлю возможность найти этот радар-детектор прямо здесь, в центре Тбилиси, недалеко от храма Митеки. Поэтому берем эту коробочку, идем ровно вот сюда, под этот куст, и аккуратненько ныкаем его в веточки, прямо здесь, вы можете прямо сейчас найти эту заветную коробочку, спешите, мне кажется, бобры уже в пути за радар-детектором.